Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал Чай на Гаджетс, и относительно недавно я делал видео о довольно интересном бронесмартфоне с ценником немного более 100 баксов. Многим он понравился, так вот сегодня он получил Pro-версию и несколько улучшенные технические характеристики, однако при этом его ценник сейчас также составляет немного более сотки. Младший аппарат, как по мне, получился для своей ниши вполне удачным, мы его тестировали, проверяли в различных задачах и в принципе свою копеечку он отрабатывал. Кому интересно, ссылку на обзор Oukitel WP5 я оставил в описании под этим роликом. Так вот, новинка получила название Oukitel WP5 Pro и привнесла ряд не кардинальных, но довольно приятных улучшений. И теперь, в отличие от своего предшественника, Pro-шка базируется на новом чипе от компании Mediatek, а именно на Helio A25 вместо A22. И это уже 8-ядерный 64-битный чип, работающий на максимальной частоте до 1,8 ГГц. За графикой включает PowerVR 8320, объём же оперативный, памяти подрос, и теперь он составляет 4 ГБ. Вслед за ним удвоили объём встроенного накопителя, он теперь равен 64 ГБ. Что ж, в целом, связочка для смарта за 100 баксов плюс не самая плохая, если на младшей модификации можно было смело поиграть в большинство игр на минималках, то тут, думаю, ситуация будет ещё лучше. Новый A25 в среднем на 20-30% производительнее A22, ну а для повседневных задач, интернет-сёрфинга и просмотра фильмов этого хватит за глаза. Питает цветодела, отлично зарекомендовавшая себя с предшествующей модели баночка на внушительные 8000 мА. И, кстати, в теории, благодаря более энергоэффективному чипу, аппарат должен держать заряд ещё дольше, но, как говорится, всё покажут только реальные тесты. А так, производитель заявляет о 38 днях в режиме ожидания. Экран новинки остался без изменений, это всё та же IPS UGS HD+, матрица с диагональю в 5,5 дюйма. Неких вырезов, чёлок и капель тут нет. Да и в целом, аппарат, благодаря такой диагонали, не стал неудобным монстром и в руке лежит вполне уверенно, даже несмотря на толщину и вес. Что же до камер, то тут их, по заявлению производителя, сразу 4 штуки. Фронталка на 5 мегапикселей и основная на 13, 2 и 2 мегапикселя. В общем, набор остался прежним. Качество получаемых снимков выходит на уровне того же Redmi 8, что я считаю достойным. К дополнительным особенностям WP Pro могут нести, конечно же, царскую автономность. 10-ый Android, прямиком из коробки, здоровенный 4-диодный фонарь и, конечно же, защита по военному стандарту Military STD 810G, а также сертификаты IP68 и IP69, которые превращают его в настоящего крепкого орешка. Для походов, экстремальных приключений и просто повседневной жизни активного человека самое то, так приобретают подобное родное устройство явно не для лежания на диване. Если вас заинтересовала данная модель, то её уже 6 июля можно будет приобрести за 129 баксов и это без учётов купонов. Ну а если вы хотите получить девайс бесплатно, то компания запустила конкурс, где будет разыгрывать большое количество устройств, так что при желании можете тоже в нём поучаствовать, ссылку я оставил в описании под видео. Ну а стоит ли покупать Oktel WP5 Pro или же нет, решать, конечно же, в первую очередь вам. Если данное видео оказалось вам полезным, не забываем нажимать большой палец вверх, подписываемся на канал, прожимаем колокольчики, чтобы пропускать новые видео, а также посещаем нашу группу ВКонтакте и мой Инстаграм. Там я публиковываю фото сессии устройств, а также там проводится голосование за следующие интересные девайсы для обзоров. Всем ребят, огромное спасибо за внимание и поддержку и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok